Приветствую вас! Мне представляется ваша ситуация следующим образом. Что в детстве ваш отец обвиняет всех вокруг, в том числе и вас, приучил вас к восприятию себя, восприятию самого себя, так, что вы виноваты. То есть, все из-за тебя. Человек, который так себя ведет, ваш отец, ваш муж, ну, для начала отец, не чувствует лишних границ. То есть, смотрите, у человека действительно что-то не получается. Ну, просто по жизни. Нормально ли это? Да, нормально, потому что, ну, все получается, не молит, да? Но если он обвиняет периодично, да, значит, получается, что что-то он делает не так. Получается, что ваш папа, например, поступал так, как было ему во вред, не делал выводов, вместо этого обвинял вас. Ну, и окружающих, не только вас, но окружающих всех. Поскольку обвинения, ну, вот, других, в том числе и вас, это определенная реакция, определенное реагирование на ситуацию в целом, то ему проще, проще, ему проще, выгоднее, выгоднее было обвинить вас в чем-то и других людей, чем, например, что-то делать самому. И никто, никто ему не подсказал и не вподвиг вашего отца на то, что так делать нельзя. То есть, обвинения без виноватых не работают. И коли уж вы, а не только вы, я уверен, что и другие люди, позволяли почувствовать себя виноватыми, позволяли почувствовать себя жертвами, а не давали вашему отцу, в том числе и вы, то, что ему нужно. А именно, компенсацию, компенсацию своего негативного поведения. То есть, я не буду делать что-то, чтобы у меня стало лучше, но я буду обвинять других и так себя, как бы, ну, утешать, да, компенсировать и так далее. Понимаете, о чем идет речь? Вот. Я бы сказал, что дело здесь не в папе. Папа это скорее, знаете, вот такое обвиняющее начало. А вот, дело в маме, дело в маме. То есть, вы себя, как женщина, как женщина, видите в качестве приемника для обвинений. Потому что мама позволяла обвинять себя, ну, и вы, соответственно, позволяете тоже себя обвинять. Мама терпела, значит, подавляла в себе свои эмоции. Вы, соответственно, тоже это делаете. И дело здесь не столько в отце, сколько в маме. Ну, или в любой другой фигуре, на которую вы ориентировались в своем поведении. О, именно в фигуре. А папа показывал вам, как ей стать в данном случае. Дальше. Дальше. Поскольку у вашего отца не было личных границ, как нет личных границ и у вашего мужа, да? То есть, ну, нет такого вот, как бы это сказать, ну, нет понимания, да? Нет понимания того, где я, где ты. Вот этого нет. То вам нужно самостоятельно, да? Самостоятельно к этому прийти. То есть, самостоятельно определить свои собственные личные границы. Свои собственные правила общения с людьми, взаимодействия с людьми, взятие ответственности. И так далее. За что отвечаете вы? За что отвечаете другой человек? За что отвечает другой человек? Да? Здесь же у вас родительская позиция, как правильно сказал мой коллега. Ну, родительская позиция, перемежающаяся с, я бы сказал, с треугольником Карпмана. Вам бы вот еще эту тему изучить. Потому что когда вас обвиняют, да, вы жертва. Но когда вы начинаете что-то делать для человека, вы становитесь преследователем. И вот в этот треугольник Карпмана нужно не входить. Не входить. для этого необходимо эмоционально отследить то чувство, которое у вас возникает при начале обвинений. понимаете? И это чувство мотивирует, стимулирует вас к тому, чтобы вести себя, ну, определенным образом. Вот. Допустим, 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 ваш муж обвиняет вас, вы чувствуете, например, вину, и вы тут же начинаете вести себя соответствующим. Но когда вы чувствуете вину, вам надо остановиться, сказать себе стоп, стоп, что происходит сейчас? За что я чувствую вину? Ну, то есть прям вот как вот, когда, ну, возникает это чувство, этому можно научиться в, ну, в консердациях, беседах с психологом. Стоп, что я чувствую сейчас? Что происходит со мной? Вот. Как нужно себя вести, да, то есть отслеживать вот эти изменения своего состояния? и варианты. Это достигается и путем анализа своих чувств, и путем отслеживания роли в треугольнике Карпмана, и путем, значит, обращения внимания на свое эго-состояние, которое у вас есть. Дальше. Следующий момент. Существует такая игра, которая называется «Все из-за тебя». Преследует эта игра цель с одной стороны избегания близости, но вы про эту игру можете уже почитать в интернете. это как-то называется там «Психологическая игра «Все из-за тебя». Значит, преследует она цель избежать близости с ну, с человеком, в данном случае с вами. То есть отец боится близости или боялся близости с вами. Вот. Я более чем уверен, что он боялся с вами близости и поэтому вел себя вот так, как вел. То есть делал то, что делал. Вы это воспринимали как, ну, что-то негативное. Вы это воспринимали как что-то для себя ужасное. Хотя на самом деле, на самом деле, на самом деле, его поведение преследовало всего лишь одну цель. Защитить себя от близости. С одной стороны, и с другой стороны, показать, что он лучше, чем вы. понимаете, какая история. Неприятная история, да, я согласен. Очень неприятная история. Но, тем не менее, тем не менее, это нужно принять. Раз лучше. Так получилось. Вот. И работать над собой. Работать над собой. Против игры использовать личную ответственность, границы, которой нужно развиваться у вас. Вот. Против обвинений. Обвинений. Можно и нужно. Можно и нужно. Можно и Значит, работать с личными границами. Вот. Ну и соответственно, повышать свою самооценку, которая у вас занижена. естественным образом занижена. Потому что обвинить можно кого? Тот, кто считает, что хуже хуже других. По какой-то причине. С этим тоже можно и нужно работать. Так, значит, все время проваливают самобичевание. Самобичевание пошлите обвинение себе. Обвинение, внутреннее обвинение. Это ваш папа обвиняет. Вот. Так, хотел донести ему все эти мысли, и не пойдет на разговор. И не пойдет, потому что у него нет мотивации идти на разговор с вами. Так, значит, пора делать соответствующие выводы о муже. Да, пора, и с муже имеет смысл отдалиться друг от друга пока что. Вот. А, со всем прорабатывать значит, соответственно, отношения. Вот. С чего начать исправление себя? Ну вот, с чтением про треугольник Кармана и изучением игры все из-за тебя. А дальше работа с психологом по анализе ваших чувств и, соответственно, индивидуальной работы. Вот. Какие способы защититься от такого изощренного давления? А, защититься от изощренного давления можно только искренностью, честностью, открытостью и устойчивостью своих личных границ. То есть, люди всегда будут давить на вас. Это нормально, люди всегда будут хотеть от вас что-то получить, это тоже нормально. А ненормально, ненормально, когда вы поддаете давлению, понимаете, то есть, поддаться давлению, это ваш выбор. Вот даже сейчас вы, вот этот вопрос, да, это вопрос жертвы. Понимаете, это вопрос жертвы. Как защититься? Защищается кто? Жертвы. Зачем защищаться? От чего защищаться? Какая прямая угроза есть, а? То есть, можно, можно защититься от дождя, например. Можно защититься от солнца, можно защититься от опасности, да, там, в виде агрессии, там, в виде угрозы, реальной угрозы здоровью жизни и так далее. Это можно, это нудно делать. Но от давления защититься не нудно. потому что поддаться давлению, еще раз повторю, это ваш выбор. А выбор ваш обусловлен тем, что вам хочется, вам хочется поддаться давлению, потому что тогда не надо будет нести за себя ответственность. Не надо будет самой что-то решать, не нужно будет самой делать выбор. Так? Зачем? Когда вы поддали давление, сделали так, как хочет другой, стали виноватой, все, никаких проблем нет. Понимаете? То есть, подумайте о своей выгоде, о том, для чего вы делаете этот выбор, о том, что он вам дает, какую потребность вы реализуете. все. Знаете, вся ваша, вот вы говорите, не так, что-то не так, мое мировосприятие и мышление, вся ваша проблема заключается в том, что вы свою потребность удовлетворяете деструктивным способом. Вот и все. изначальная потребность, которая, которая, которая есть у каждого, вы просто удовлетворяете ее по-другому. И так как это может сделать здоровая личность. Вот. Ну и, естественно, ваше представление о себе и о взаимоотношениях с другими тоже, как бы, претерпели деформацию в связи с тем, что ваш отец вел себя достаточно, ну, негативно, да, по отношению к вам. Вот. Так что, не исправлять себя научно, понимаете, исправлять себя, это опять же позиция обвинителя. То есть, как, знаете, исправительная колония, да, исправляем людей. Они неправильные, мы делаем их правильными. Понимаете? Ну, это что такое? Это что такое? Это суд. Это суд. Вы судите себя по факту. То есть, вы говорите, я точно исправится. Но вы не преступницы, чтобы исправляться. Вам надо просто раскрыть то, что вы хотите. А исправляться, значит, подавлять себя. Понимаете? Поэтому, начинать нужно именно со своих состояний. С роли с треугольника Гартмана, с игры соисцезы, тебя вот с этого. А дальше, и дальше потихонечку, потихонечку, потихонечку. Анализ чувств, соответственно, эго состояния ваше, ну, то есть, выстраивание отношений. Внутреннее, внутреннее взаимодействие, то есть, вот, самообичевание, да, это внутренние транзакции, внутренняя коммуникация. Вот. То есть, вы говорите, как ты могла, как ты посмела, ты должна была делать по-другому. Кто это говорит? Кто это говорит? Это же не вы говорите. Это же папа говорит. То есть, внутри вас говорит отец, а вы что говорите? Смотрите. Себя надо слушать, в данном случае. Не отца, а себя. Вот комплекс, да, комплекс. Это что? Комплекс вины. Ну, допустим, комплекс вины. Не важно чего, любой комплекс, на самом деле. Что такое комплекс? Вот. Вы живете, да? И все хорошо. Ну, то есть, вокруг вас, все хорошо. Стоит кому-то вас обвинить, в чем-то. И все. И вы запускаете свой механизм. Ты должна была сделать так, ты должна была сделать так, ты должна была сделать так, ты должна была сделать так. Почему? Потому что, это единственная реакция, ваша, на данную ситуацию. Ну, я утрирую, утрирую немного. Я утрирую немного, конечно. Единственное, другой реакции нет. Потому что, другая реакция должна быть из другого эго состояния, а другое эго состояние ничем не подкреплено. Например, нет четкой системы ценностей. Нет разрешения себе чувствовать. Знаете, не привыкли вы к свободе. Ну, вот, соответственно, этому и нужно учиться. Этому и нужно учиться. Попробуйте, попробуйте, попробуйте для начала, просто свободно выражать свои чувства. Вот. Попробуйте для начала, просто вот, отследить, какие чувства вы в себе подавляете, и не выражаете их. Попробуйте отследить, на каком основании вы считаете, что вас в праве обвинять. Ну, то есть, вот, базовая, базовая основа, какая, что вот вас могут обвинять. Других еще не обвиняют, да? То есть, как бы, не всех обвиняют. Именно вас. Попробуйте отследить, почему выбрали такого мужчину, который вас обвиняет. То есть, выгода ваша в чем? Об этом я уже, по-моему, говорил. Вот. С этого и нужно начинаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!